Всем привет! Меня зовут Светлана и я сегодня хочу вам предложить вместе со мной построить очень хорошее лекало на классические шорты или брюки. И, кстати, это лекало работает и на спортивной одежде. Поверьте, я построила его, я мерила эти шорты. Идеальная посадка. Во второй части я, конечно же, расскажу о технологии, чтобы вы увидели результат. Присоединяйтесь и давайте вместе построим такое лекало. Сегодня я хочу пойти немного нестандартным путем. На основе классической юбки я хочу построить вместе с вами чертеж на классические шорты со стрелками или посмотрю. Может быть, я сделаю складочки. Этот чертеж подойдет для классических брюк, для спортивных брюк. Меня, кстати, спрашивали. Подойдет это лекало для брюк капри, бриджи. Ну, в общем, все модели брюк, которые немножечко, скажем так, подходят к классике. Но и, в принципе, если по желанию вам захочется, можно взять эту основу, использовать ее для последующего моделирования, для брюк бананы, там еще какие-то брюки, да, палаццо. То есть вариантов очень много. А сегодняшняя лекала это стандартная лекала и от него можно будет, в принципе, любые брюки смоделировать и сшить. Но у меня сегодня, опять же, я всегда иду нестандартным путем. У меня сегодня комбинирование трех цветов и три вида ткани. Я возьму классическую костюмную ткань черного цвета на основу. Дальше у меня идет комбинирование этой классической ткани с кожзаменителем. Я взяла кожзам, такой достаточно плотный, но его будет немного, как бы, но все равно он мне понадобится. И я взяла для отделки кармана. У меня будет, в принципе, наверное, один карман с клапаном. Я взяла вот такой яркий красный джинс. Все, я это, конечно, тоже буду показывать всю технологию. Ну, конечно же, как сегодня нам обойтись без косой хлопковой бейки для отделки внутренних швов, для обработки, вернее, внутренних швов. Ну и я всегда советую для классических брюк брать усиленную вот такую вот черную молнию. Она усиленная, то есть вот здесь у нее такой замочек, когда до конца вы ее застегиваете, вниз опускаете замочек и она уже не расстегивается. То есть достаточно плотная такая хорошая молния, прочная, я бы сказала так. Но что нам понадобится в первую очередь? Я хочу просто сейчас немножечко рассказать о тех дополнительных мерках, которые нам понадобятся. Вот такие вот у меня две девушки нарисованы. Я хочу именно на вот этих рисунках показать, что еще дополнительно нужно замерить. Я всегда, кстати, проговариваю именно вот эти три мерки. Наверное, я уже с этими мерками надоела. Значит, смотрите, балансовые мерки. Ну, в первую очередь, конечно же, мы находим уровень талии. Талия – это самая главная мерка для поясных изделий. Ну, талию, так как мы уже сделали чертеж на классическую юбку. Всем понятно, что у нас есть и параметры талии, и бедер. Вот. От уровня талии, от линии талии до самого пола по переду мы заверяем длину. Это первая балансовая мерка, которая будет необходима для того, чтобы правильно построить чертеж брюк и сделать хорошую посадку. Обозначается она, как правило, ДТП спереди. Длина от талии до пола спереди. Вторая мерка балансовая, которая понадобится для построения чертежа сбоку. То же самое, от линии талии до пола. И мы получаем вторую балансовую мерку. И третья балансовая мерка – это сзади по выступающим ягодицам от талии до пола. Третья балансовая мерка, которая необходима для построения чертежа. И еще одна важная мерка, кстати, вот эта мерка, наверное, одна из самых важных. Отсюда все проблемы в неправильной посадке брюк. Вы должны просто сесть на стол или ваш оппонент или клиент, просто садитесь на ровную поверхность и замеряете длину от линии талии до самого стула, но только уже в сидячем положении. И вот эта вот мерочка будет называться высота сиденья, которую я тоже, кстати, буду сейчас использовать. Я даже пропишу высота сиденья. А сейчас можно переходить уже к построению брюк. Ну или шорт. Я начинаю чертить в масштабе один к одному, чтобы более было понятно, как и что и зачем я это все делаю. Итак, конструкция моей прямой юбки. Начинаю я построение передней половинки брюк на переднем полотнище своей юбки. Вот здесь у меня проходит боковой срез, середина моего переднего полотнища у юбки. И что мне нужно сделать? По боковому срезу я откладываю высоту сиденья. Мое значение равно 26,5 сантиметров. Я уже начала чертить. Для того, чтобы вы уже понимали, как и что я делаю, провожу параллельную прямую. Прямая параллельно линии талии и параллельно линии бедра. Дальше мне нужно отложить значение, которое будет равно 0,1 умножимое на полуобхват бедра. В моем случае 5,6 сантиметров. Давайте я вот эту прямую буду называть линией ягодиц. Ну, можно так сказать, да? То есть линия ягодиц. Так как линия бедра, она все равно выше линии ягодиц, поэтому более, чтобы было понятно, я так ее и назову. Откладываю 5,6 сантиметров. Получаю контрольную точку. Новый полученный угол я поделю пополам и отложу отрезок, равный 3 сантиметра. Это значение, в принципе, ну, я скажу, что стандартно для всех размеров. Сильно я не вынимаю в области сидения, чтобы не было косых заломов. И теперь провожу касательную дугу к линии бедра. Вот я уже ее провела. Можно даже выделить ее более жирно. Вот что у меня получается. Что мне нужно сделать дальше? А дальше мне нужно найти середину своей передней половинки шорт. Я отрезок от бокового среза и до новой полученной точки делю пополам. У меня уже тут он обвечен. И провожу прямую, которая делит мою переднюю половинку шорт пополам. Кстати, эта прямая может являться стрелкой. То есть, когда вы уже будете закладывать, допустим, шорты или брюки, то можно будет проутюжить стрелку, прострочить ее. В принципе, я буду переносить раствор своей выточки именно вот к этой прямой. Но потом я еще дополнительно буду делать складку. Но это уже чисто такая техническая часть, поэтому на нее я сейчас обращать внимания не буду. Выточку можно перенести. Раствор моей выточки 2 сантиметра. Он совсем небольшой. Глубина моей выточки 10 сантиметров. И я ее переоформляю. Дальше мне понадобится немножечко сбалансировать свою талию. То есть, найти новый уровень талии. Вот здесь мне понадобятся мои мерочки. Длина талии спереди до пола и длина талии сбоку. У меня получилась разница 2 с половиной сантиметра. У вас она может быть своя. А у кого есть живот, то линия талии спереди может быть даже больше, чем сбоку. Поэтому откладывать вы будете вверх, а не вниз. Я откладываю вниз 2 с половиной сантиметра и оформляю новую линию талии. Ее можно сделать с легким прогибом. Также уравнять раз срезы выточки. Вот таким вот образом. И сейчас я перехожу на гульфик. Здесь, конечно, вы уже сами выбираете. Будете вы делать застежку спереди или же вы будете делать застежку сбоку. Если вы будете застежку делать спереди, то, конечно, надо спроектировать выступ под гульфик. Он обычно равен 3-4 сантиметра. Я не забываю про то, что здесь идет легкий прогиб. Соответственно, в зеркальном отображении у меня прогиб пойдет вверх. 4 сантиметра я отложу. 4. Ну, как правило, глубина где-то не больше 18 сантиметров. Можно сделать со скосом, можно сделать прямо, можно сделать полудугой. Я, конечно же, потом это все оформлю полудугой, потому что у меня косая обейка и, конечно же, я хочу все это запаковать именно косой бейкой. Так, ну и, в принципе, все. Сейчас я перехожу на уровень колена. Я забыла вам сказать, что, конечно же, если мы краим с вами классические брюки, то, понятно, нужно учесть еще одну мерку, которая будет являться высотой колена от линии талии до колена и обхват колена. Вот, знаете, здесь я не применяю никаких формул. Я просто визуально в сидячем положении сантиметром обвожу свое колено и смотрю, как мне удобно, чтобы мне сантиметр легко как бы двигался по ноге. В моем случае обхват колена я выбираю 48 сантиметров. Передняя половинка, как правило, уже задняя на 2 сантиметра, поэтому сосчитать очень просто. 48 делим на 2 и минус 1. У меня получилось 23 сантиметра. И теперь я перехожу на уровень колена. вот здесь у меня уже он помечен. В одну и в другую сторону от середины я откладываю по 11 с половиной сантиметров и ставлю контрольные точки. Соединяю точки, которые будут у меня являться шаговым срезом от линии бедра вот у меня идет линия бедра вниз можно опустить 3-4 сантиметра для плавного оформления бокового среза. И соединяю полученные точки. Здесь можно сделать легкую дугу. Более, чтобы она была плавная и красивая. В принципе и все. Передняя половинка моих шорт готова. Таким же образом мы строим и на классические брюки. Точно так же и на спортивные брюки. Может возникнуть вопрос, который, кстати, я не затронула. Какой припуск идет на полуобхват бедра. В моем случае 2 сантиметра. То есть это классический вариант. Поэтому на полуобхват бедра я прибавляю 2 сантиметра. А теперь я буду строить заднюю половинку брюк. Итак, задняя половинка брюк. Но могу сразу вас предупредить, что строится она совершенно по-другому. Вот. Так как все-таки я строю классические шорты, они немного отличаются от построения. Допустим, той же юбки-брюки. Многие подумают, что я сейчас как бы строю брюки-карго. Нет. Это классические брюки на основе прямой юбки. Поэтому здесь есть свои нюансы. Я их сейчас расскажу и покажу. Значит, смотрите. Линию ягодиц я продлеваю и на ней откладываю отрезок, который равен 0,2 умножимая на полуобхват бедра. У меня он равен 11,2 сантиметра я ставлю контрольную точку. Теперь мне нужно заднюю мою половинку поделить пополам. Так. Сколько там у меня? Пополам. И провожу перпендикуляр, который пересекает у меня и линию талии, и линию бедра, и линию ягодиц. Но для чего мне нужна вот эта прямая? Для того, чтобы найти скос линии сидения. Отрезок. Давайте я его все-таки назову как-то. Допустим, О и О1. Точка О является серединой, а точка О1 это линия, которая делит заднюю половинку пополам. Я просто отрезок О и О1 поделю пополам, получаю новую точку, и теперь мне нужно соединить полученную точку с линией ягодиц. Можно даже линию продлить вверх. Теперь нужно переоформить линию бедра. Боковой срез линия бедра опускаю перпендикуляр к высоте сидения и мне нужно перемерить обхват бедра и это же значение перенести уже на новую линию. 28 переношу и получаю новую точку. Это обязательно нужно проделать. Если не перенести эти значения, то брюки могут быть заужены и вы можете в них не влезть. А все-таки мы краем классические брюки. Здесь не предусмотрены большие припуски. Теперь мне еще хочется проговорить. я как-то сегодня не очень так к формулам стремлюсь. Еще одно значение, которое хотелось бы о нем поговорить, это высота сидения, которая измеряется по косой. Вот опять же я сейчас давайте на этом чертеже покажу. вы берете сантиметр и проводите от линии талии спереди полностью через живот, через ноги, выходите скажем так через ягодицы и бедра и заканчиваете уже на линии талии только уже по спинке. И вот то, что вы замерите, это и будет ваше значение и ваша высота сидения только уже по косой. Она тоже очень важна при построении чертежа. У меня есть сантиметр. Сейчас я уберу все ненужное мне. Вот у меня идет передняя половинка. В моем случае 67 сантиметров высота сидения по косой. И я замеряю, точно так же сантиметром. Переднюю половинку брюк 27. Перехожу на заднюю половинку. Так, и вот здесь новый полученный угол конечно же мне нужно поделить пополам для того, чтобы окончательно уже оформить свою высоту сидения. Откладываю я отрезок. Ну, здесь обычно 3,5 сантиметра можно до 3,5 этого достаточно опять же для всех размеров. Можно конечно же точка, которая является шаговым срезом у задней половинки брюк опустить на сантиметр полтора. Если вы делаете шорты, то полтора мне кажется многовато будет натяжение шагового среза, а сантиметра этого достаточно. И тоже плавной дугой к линии бедра провожу такую вот касательную. То есть оформляю высоту сидения. И вот теперь мне нужно закончить свое измерение. 27 ставлю на шаговую точку и по косой нахожу линию талии 67 67 Не применяю я здесь никаких формул, хотя они могут существовать. теперь мне нужно полученную точку соединить с боковым срезом. Как правило здесь получается прямой угол. в редких случаях он получается немножечко скажем так ну такой растяжимый но в основном прямой угол. И вот теперь мне нужно доуформить свою линию талии и перейти уже непосредственно к колену. Сейчас я немного переоформлю свою линию талии. Ну так как в чертеже произошли изменения боковой срез немножко у меня сместился соответственно и идет переоформление самого бокового среза. То есть я накладываю свое лекало вот это вот на боковой срез передней половинки брюк и боковой срез задней половинки брюк должен повторять вот эту красивую дугу. То есть они должны быть параллельны друг к другу при наложении. То есть должны повторять форму. И что получается? Получается то, что значение по талии немного изменилось. я должна перемерить объем талии. В моем случае происходит то, что на раствор выточки по задней половинке брюк у меня ничего не остается. Что мне делать в этом случае? В этом случае я просто выточку с передней половинки брюк переношу на заднюю половинку. Вот и все. Но здесь ничего изменять не нужно. Я просто взяла эту выточку и сюда перенесла. Как я ее перенесла? Я поделила отрезок от бокового среза до середины пополам, опустила перпендикуляр и перенесла выточку, слегка ее удлинив до 11 сантиметров. Можно даже до 12, чтобы легче было сутюжить в этой области. Теперь тот момент длина от талии до пола по спинке и значение длины сбоку тоже нужно просчитать. Но у меня разница 0,5 сантиметра, она небольшая, но все же я ее внесу. Моя выточка. я опускаю 0,5 и делаю легкий прогиб. Легкий прогиб. Сейчас я даже это сделаю. Да, легкий вот такой прогиб. Здесь она у меня, видите, не подходит и не успела купить себе линейку. делаю легкий прогиб. Вот такой вот. Но не довожу до конца, где-то примерно от середины 2 сантиметра. Срезы выточек у меня уравнены. Все. То есть вот такие вот нюансы можно внести. Если, допустим, у вас длина по спинке больше, чем сбоку, то вы уже откладываете не вниз, а вверх. соответственно, боковой срез и середина остается без изменения. И теперь мне нужно оформить, вернее, дооформить боковой срез до конца. Я опускаю от новой точки по линии бедер прямую или перпендикуляр. И таким же образом мне нужно оформить боковой срез только уже по задней половинке. То есть получается так, что боковой срез по передней половинке он должен быть параллелен боковому срезу задней половинке. Пять сантиметров, пять сантиметров, новая точка, соединяю. И что получается? Видите, все идет, скажем так, в зеркальном отображении. я думаю, что вы меня поняли, я как могла, так донесла вот эту информацию до вас. И она очень важна при построении. 48 минус 23 25 я откладываю 25 сантиметров и сразу же делю пополам 12 5 и вот теперь я получаю новую прямую, которая будет являться серединой или скажем так прямая, которая будет делить заднюю половинку пополам. Она также будет являться стрелкой, которую можно будет заутежить или прострочить. соединяю колено и шаговый вернее вот колено и точку по задней линии сидения. Отрезок можно также поделить пополам и сделать легкий прогиб наверное где-то сантиметр примерно. Примерно да, где-то сантиметр. чтобы дооформить шаговый срез задней половинки брюк. Чертеж на этом закончен. Я не скажу, что все было просто и возможно возникнут вопросы. У меня есть построение брюк более сложное, но все воспринимают информацию по-разному. я как смогла так я ее передала. Если есть вопросы задавайте, но для классических брюк я думаю, что вот это лекало подойдет просто очень и очень хорошо. хорошо. И на основе опять же такого лекала можно построить очень много других моделей брюк. Сейчас я буду краить и сами брюки вы уже, вернее, сами шорты вы уже видели. используете его. Ну, я сейчас немножечко задену тему раскладки лекала и формирование складочек. Но здесь уже ничего чертить не нужно, а просто я покажу это уже на ткани. Просто хочется сказать, чтобы правильно раскроить брюки или шорты, главное учесть долевую нить. Долевую нить можно поставить на чертеже и благодаря ей вы получите хороший результат в крое. А сейчас я хочу просто немножко проговорить про складку. Я хочу сделать складку или защип или складку на передней половинке брюк. Что мне для этого нужно? Коленный сустав я не трогаю, линию колена. Разрезаю я свое лекало сверху вниз значит на то расстояние или на ту глубину складки, которую я запроектировала. У меня 4 сантиметра. Самое главное середину, вернее центральную часть брюк или шорт не трогать, а разворот идет только боковой части. Вот таким вот образом. И сейчас я это проделаю. Вот так выглядят мои шорты в раскроенном виде. На боковые и на шаговые срезы я даю по 2 сантиметра припуск, на низ я даю 5 сантиметров, если что можно удлинить. И вот мой один кармашек такой яркий красный. Это видео может быть получилось немножко скучновато из-за того, что конструктивная информация, но без нее никак. Поверьте, лекало получилось очень хорошее, оно удачливое и можно его применять как для классических брюк, так и для спортивных брюк, но немножко в таком классическом стиле, то есть не широкие. Выточки можно вообще не проектировать, а все сделать под резинку. И получится у вас хорошие спортивные классические брючки. Пользуйтесь и пишите, если что-то вас интересует. А так берегите себя, здоровья вам и творческих успехов. Всем